всем привет с вами андрей собственно у нас выживание в подземелье вторая часть легенда колось давайте заберем ежедневную награду у нас сегодня немножко золото накинули в этом выпуске я хотел бы пробежать по возможности арену не арену а квест тут есть на автоверне у нас выдается на арену убегающий отряд арены награда в принципе не самая плохая и бежать надо единственно вной не значит что нас ожидает я ни разу не проходил его квест поэтому не было рабом воином на королевской арене он сговорил с нескольким гладиатором забутался и бежал по дороге они убили невинных людей исчезли в городе мной давайте собственно возьмем стандартную пачку которая идет на арену обычно у нас это у нас 3134 то есть нам нужны ребята которые плюс-минус этого уровня возьмем риме на наш стрелок основной много дпс вносит вот таким вот сетапом пойдем это хиллер с четвертой позиции 3 это ядовик 2 это стрелок и 1 это так называемый танк который акцент делает на уклонении 6 этажей собственно давайте посмотрим не знаю что за арендный босс а точнее так сказать арендный квест я первый раз с ним сталкиваюсь понадобим посмотрим но это стандартная собственно мы собственно нашли тайную комнату давайте мне сразу забежим на нас напала суп собственно страх да куда ты опять ушел вот мне вот не нравится то что мы постоянно мисс кликает почему нельзя выбрать вы нашли скрытую камеру должно быть что-то важное ну собственно это обычно сейчас будет три боя сначала вот с обычными солдатами а потом с двумя механизмами если у вас и но собственно солдаты уязвимы к обычным физ ударом не не стоит их бить духом поэтому ничего особо примечательного на этих солдатах нету просто наносите урон как можно больше видите духа по мне про их не проходит зато вот например тот же я в их фаншотник то есть если вас нет возможности бить физой что маловероятно но все-таки он самовыперился потому что у меня возвратка стоит на первую позицию она вызывает подкрепление сейчас вторая группа солдат появилась нам сейчас будет еще один бой сходу потому что имеется ввиду помимо того как мы про пробежим эту основную группу сюда придет еще так называемый который нам даст какой-то предмет но у них нет шансов против стрелка по крайней мере если они его не законтролят вот собственно механизмы механизмы зимы к электричеству вот-вот можете посмотреть эффективнее всего простреливать механизмы они бьют огнем первый ход свой прожигает первые две позиции поэтому стоит забивать их ну и каскуем электричество массового на них она более сильный эффект имеет стив имеет свойство контратаковать поэтому очень удобно убрали 1 у нас бросили кулдаун навыков просто бьем убить не смогу у нас возвратки погиб и собственно вот тот кого они охраняли это был богатый торговец стюард попросил спросить спасти меня нет на наемнике сражающей города май у меня нет ничего кроме кучи денег пожалуйста возьмите золотые монеты спасти на я ухожу увидимся нам дали немножко золото 28000 практически 29 собственно как открытие тайную комнату у вас должен быть перк покажу как он выглядит перк называется острое перк несчастный вот он называется мастер прозрение в подземелье имеется шанс найти тайную комнату тайной комнаты в каждом подземелье разные по и там тоже разные ну видите нам дали золото но по сути бесполезные могли бы нам дать оружие на уровень квеста что для нас было бы полезнее поэтому как то так нам дали паутину рабство это дебафает уклонение давайте заберем кристаллы я постоянно буду говорить о нос у меня с насморка ваншот нули задника далее далее на щит кидаем отравление и бьем электричеством ну видите урок 350 мы с руки примерно столько же на чем обычно пытаемся стрелять у нас получилось нам дали магнит вооружение это текущий предмет против стражников очень полезный кстати но я им правда обычно не пользуюсь а этот собственный вертолет уязвим к электричеству не уязвим к физ урона если у вас есть возможность убить его именно физ урона точнее наоборот не бейте его физ урона бейте любым другим типом атаки например электричеством либо ядом огнем и так далее мы нашли собственно руну телепорта можно переходить на следующий этаж но учитывая что у нас квест не закрыт лучше конечно повременить этим делом вот еще один вертолет у нас так называемый серебряный сундук двоечка ну он бы уже откис но уж у лишнего не получать нам дали драгоценный камень но он зеленый бесполезный по сути говоря наши ребята носят фиолетово-синее снаряжение поэтому для нас этот камень бесполезен давайте ваншотнем заднего дадим гард на собственно реми чтобы ее он ее не прожег точнее каскать он ее прожжет в любом случае и наша задача просто чуть минимизировать урон бить надо любым типом урона кроме физы потому что если будете бить физой будет урон минимальный либо бить физой но уже под бафами под дебафами цели возможно это сложно для понимания но на самом деле не особо сложно если мы хотя бы пару раз пробегали то есть ну по сути существо неуязвима к физе вы бьете любым другим типом урона которым она не так сильно неуязвима я думаю понятно объясним удивительно почему он выжил но ему это не поможет потому что все солдаты уязвимы к физе то есть берете сюда физика одного и желательно электричку то есть тот кто бьет электричеством и у вас в принципе проблем не возникнет это собственно обычный торговец тут может быть еще не обычный торговец донат донат вот это неплохая фиговина очень сильно бьет ядом но она за донат крюк на цепи это перетаскивание городских лидеров вперед как вариант можно купить не знаю что за испытание нас ждет поэтому стоит к нему подготовиться имеется ввиду против арендных ребята 92 процента давайте посмотрим на карту мы все исследовали поэтому мы можем переходить собственно самый мне кажется один из лучших квестов квест стива нам нужно за десять раундов убить этого разрушителя у него ему не едет на все кроме электричества вот собственно можете полицезреть у него как видите ну по сути и монка и стива нужно убить его именно электричеством стив электричеством бьет через ход поэтому ему просто нужно за два хода ну за три хода его просто нужно ланшат стиву дали 100 опыта еще 10 осколков и стива на самом деле один из самых полезных квестов есть похожий квест у рэми у моего стрелка который сейчас стоит на телепорт пока закрыт мы не нашли уроду телепорта нам подсказывают что где-то здесь ловушка у нашего блэйка я вам покажу потом позже если не забуду есть упер который обнаруживает ловушки точнее как сказать он не обнаружил что он нам подсказывает о их наличии что очень сильно помогает выручает не наступая на ловушку потому что ловушки дебафают практически на весь данж либо на пару этажей как минимум собственно забрали этого собственно нам дали клапан на устройство говорит о том что мы в теории могли бы активировать кастуем щит на рэме потому что я буду пробивать огнем а вот не нужно первая позиция будет уклоняться у него около 65 процентов ну и контратаковать если повезет вот собственно нашли уроду телепорта вот собственно сама ловушка давайте ее деактивируем если у вас есть инструмент это лучший вариант вы не получите ни урон ничего ну так в принципе можно поднять ловушку голыми руками попробовать капитан успешно я активировал ловушки ну вот собственно клапан и устройство о котором я говорил благодаря ему можно получить баф как и дебаф на все подземелья ну точнее на все а на один этаж шут кол один из самых полезных мобов собственно здесь портал в город и монолит и ботинки ну на счет портал в город это телепортация в город ну собственно она без ну то есть со всеми предметами которые у вас присутствуют но мы и пользоваться не будем монолит я не знаю что такое давайте начнем первые две карты за золото а следующая карта за этот уже за донат грубо говоря давайте послушаем что такое монолит неуязвимый на 3 ход заклинатель это очень сильная хреновина но опять же как показала практика для группы это бесполезно почему бесполезно потому что группа состоит явно не из одного человека из-за этого как говорится иммунка на одного на три хода бесполезно собственные инструменты сундук с золотом в большинстве случаев убираем заднего собственно щит на раме яд ну и стив бьет электричеством из-за того что электричеством мы походили у него пропуск хода сработал тем самым мы можем еще раз ходить еще одно клапанное устройство говорит о том что мы на следующий этаж можем уже юзать клапанное устройство как минимум один раз и еще одно клапанное устройство собственно все весь этаж можем выходить вот собственно клапанное устройство которым я говорил давайте его активируем тут собственно броня уклонения и собственно атака мы берем атаку ваншотаем заднего на щит на раме и 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 пейте его нужно любым типу ровно праве физы потому что у него на остальном на физу практически иммунитет у него есть усталость металла у этого робота поэтому очень-очень удобно пробивать его то есть на начале мы мало урон нанесем но потом благодаря усталости металлу он будет получаться вертолет скорость прохождения данжа ну собственно все есть от вашего дпс а и тех ребят чем каким типом урона вы бьете соответственно не будет смысла особого смысла бить например иммунных визе физой я думаю это и так понятно мы нашли ровно телепорта стража очень быстро выпиливается потому что собственно давайте голыми руками объектируем наш капитан получил повреждение собственно статуя которая есть присутствует которую вы видите я рекомендую ее именно обжигать через инструменты потому что при обожжении она нам всегда что-то путное оставляет но единственное вы тратите инструменты при этом что не всегда удобно но все же двоечка опять же одна звезда но тут серебряный сундук выбираем задника щит я от электричества ну и собственно забираем маска разбойника бесполезная она белого цвета белый цвет самый базовый цвет для нас по карте у нас есть еще место куда идти давайте пробежимся она же дальше найти квестовую квестовую локацию я собственно ради которой мы всегда и зашли а мы пока не нашли давайте телепортируемся на четвертый этаж посмотрим поищем этом желтая сила исчезла я думаю что клапанное устройство закончилось значит наш урон просел мы нашли еще одно клапанное устройство очищающее зелье мы нашли еще одно клапанное устройство очищающее зелье клапанное устройство можем смело ездить но на него не сработает скорее всего давайте его просто метку повесим и будем отпиливать его метка это повышение уровня цели простреливаем заднюю позицию даем снижение кулдауна и собственно кидаем яд тут бьем электричеством бой собственно кончился получили идеальное зелье крюк на цепи крюк на цепи притаскивает идеальное зелье оно на 65 процентов здоровья устанавливает ваншотим заднюю а чтобы разогнать урон нашего стрелка гард яд электричество очень большой урон рейли получает но этот мог в любом случае не доживет большое очень длинное ответвление давайте сначала пробежимся налево немножко золото опять вертолет видите нам чуть-чуть урона не хватает ядовик не выжимает получили инструменты клапанное устройство 50 процентов если можем прожать прожали нажали желтый свет и увеличили свою атаку накидываем яд накидываем электричество накидываем яд опять разветвление давайте посмотрим длинный этаж однако попался первые два вроде ничего так а эти еще какие то длинные давайте вернемся возможно там покороче этажи будут ну вот собственно первое ответвление вот собственно босс три звезды достаточно сильный босс ваншотаем задника он выдает гард на ребят то есть тем самым он как рыцарь получает урон тоже учитывая то что он получает урон мы можем его тупо задебафить стреляем по нему кидаем еще яд чтобы он начал тикать уже от яда окончательно забираем первую позицию чтобы он не отсвечивал здесь кидаем на него метку и начинаем бить как вы помните он изюм к электричеству урон 1000 пролетел давайте ему в ответку 3 впихнем дадим гард накидаем еще яда наш ядовик слабоват в этом вопросе потому что он не ваншот и цели с большим стеком яда что очень плохо поэтому мы можем только накидывать яд у нас только 4 единицы он начинает хилятся но яд ему не даст это сделать и все-таки мы его забрали нам дали перчатки шепота это шикарно а почему потому что у меня ухила перчатки шепота стоят сейчас я покажу вам их ну вот они собственно 11 уровень а нам дали схему перчаток шепота они у нас 33 уровня то есть мы в любом случае их забираем я как раз хотел обновить шепот 83 процента но мы не все еще исследовали нам нужно пробить квест поэтому мы идем исследовать дальше если бы нам не нужно было по квесту а просто так мы исследовали меташ то можно было уже выходить давайте по стражникам пополечимся немножко убрали одного убираю второго наши ребята как видите сильнее эта локация собственно кристаллы забираем кристаллы они нужны для крафта то есть вот мы схемы получили шепота вот она нужна как раз для этого собственно квестовая локация давайте поговорим с этими ребятами а нет это этот квест рэми рэми должна за пять ходов ваншотнуть манекен ну рэми очень большой урон поэтому она его обо всех случат за пару ходов ваншотает нам чуть-чуть не хватает урона как вы видите чтобы за один ход его убить вот тоже один из легких квестов мы забрали немножко золото мы ланшотаем задненько заливаем ядом роботов и бьем электричеством начинаем расстреливать и бить духовным уроном нашли руны телепортации в самом начале но нам нужно квест поэтому мы не можем видеть но опять же мы еще не нашли телепорт а именно саму локацию где он находится очень больно рыми нам дали склянку склянка понадобится на последних этажах для того чтобы у нас была возможность максимальный урон наносить как и максимально защищаться убрали за счет метки очень быстро вертолета тут можно прошить давайте так и сделаем прошили начинаем наваливать урона как видите нам за один ход не хватает его убрать но за два хода он очень быстро падает дебав свет упал опять же можно прошить как видите не хватает чуть чуть буквально ответвление собственно опять кристалл давайте его заберем кристаллы нужны тут все типы и кроме последнего ну последний это у нас идеальный снежковь называется наносим максимальный дпс цели для того чтобы она закончилась мы на пятом этаже в данный момент находимся на следующем этаже можно будет уже бафаться забираем заднего дарт напитка дай мне яд на электричеством собственно забрали его за два хода 81 процент давайте прожмем лапарное устройство 80 атаку это телепорт мы зря его прожали на 100 процентов мы выходим собственно склянки прожимаем у нас попадание и броня у нас поглощение сработало склянка осталось паутина уменьшающая уклонение цели значительно значительно убираем задненько и удар ядом и удар электричеством добираемся ваншот нули первого они как вы помните неуязнили практически к духовному урону именно поэтому наш не бил духовик осветление светом отключилась проживаем клапан на устройство берем желтый свет это торговец тут есть мантии огня на мага не знаю насколько она нам актуальна я на данных мага у меня с собой нету а также есть осколки шарлотты покупаем есть рассеивание всех проклятий берем собственно донат нам неинтересен это тоже нам неинтересно донат неинтересно можно взять зелья но у нас зелья много опять же за донат не брать не будем собственно босс локации давайте задебафаем все сняли дебафы собственно босс локации он уединит из урона поэтому просто первый ход его стреляем и потом начинаем ему наливать урона от связи кидаем ему яд ну и собственно я убавимся на уклонение он застопил нашего тела увеличивает уклонение себе давайте мы не дадим этого сделать застанем босса ударим его физой метко гард ну еще и яды какие-нибудь чтобы он не расслаблялся ударим физой и теперь пробиваем его на 8 900 собственно босс упал локация закончилась но мы не закончили квест поэтому идем искать у нас пятьдесят три процента принцип очень простой вы дебафаете босса максимально увеличиваете получаемый урон и потом просто в один момент прожимаете максимальный урон цели за один ход и так босс падает то же самое в принципе работает и на остальных с кем вы будете встречаться по такому же принципу то есть максимально собираете урон и потом в один ход просто сдуваете его нанося максимальная дпс цели собственно бойцы арены механизмы давайте с ним подеремся это у нас разрушитель третий четвертый уровень ну собственно что по разрушителю собственно электричеством бить надо физой бесполезно поэтому просто раздамаживаем слегка даем масс щит вот сюда яд пускай течет ну и уклонение удар электричеством опять как вы помните бесполезно его и физой бить поэтому даем вам просто метку гард на снятие снимаем все а он собственно случайную цель хочет давайте давайте ему пока пускай бьет у нас гард держится он он собственный робот значит бьем электричеством цель на цель в первом ряду очень много очень много урона по цели но это но как вы помните физе он не уязвим поэтому его очень долго ковырять физой даем гард на первый ряд вот можно залить еще ядик ну убьем физой потому что ну у нас нет больше никакой возможности дебафаем метку невосприимчив он становится к эффектам контроля начинаем его раздамаживать наливаем ремик урона чтобы на следующий ход она могла максимальный дпс влить и стреляем три с половиной у нас получилось и собственно тысячи сверху убили босса арены получили 100 опыта у нас вылечили и шарф сокрушителя получили но это не те наши ребята дальше собственный вертолет наносим урон урон желательно кроме физы все локация огромная еще один вертолет дебафаем цель наносим урон духом на рот наносим урон ядом и цель упала нам дали еще одну склянку от доспехи нам она не актуальна было бы какое-нибудь в пламени или крит например надо даже сдуть цель за один ход по возможности мы нашли собственно квестовую локацию гладиаторов ради которой мы сюда и пришли команда гладиаторов стоит у костра гладиаторы замечают поворачиваться где прячутся героя они нашли нас хватит прятаться мы вас заметили сколько человек этот чертов босс может поймать не нужно бояться выявленного кто будет за нами я больше всего привязываю к обросам умоляющих не убивать их а сегодняшние противники будут намного сильнее услышав провокацию герои нападают на них на нас напали гладиаторы я не знаю что за гладиаторы первый раз с ними встречаюсь давайте посмотрим что за гладиаторы имеют 16000 кп это очень жирные ребята 23 14 это элита их бить надо физой сильные скорее всего ребята скорее всего очень сильные ребята я не думаю что они слабые поэтому будем готовиться к тому что ребята очень сильные стреляем по метке танк защищает своего этого нам нужно ваншотнуть танка переднюю позицию наш уклоняется они поменялись местами это очень плохо но в целом не критично учитывая то что мы первые ходим мы не можем стрелять по метке хотя мы смогли единственном урона не хватает особо стив бьет физой метка до сих пор живая что обидно дебафаем их на атаку пробуем убить задника персонажа жены он не может атаковать вау прикольный навык на самом деле один из интересных навыков которых персонаж по идее бесполезен ну давайте ладно что-нибудь подумаем уклонение давайте колоссы используем чтобы они не расслаблялись с встреча с нашим деревом минус один минус два даже задника отлично гард электричество нам начинают урон кровотечения выносить накидываем им ядика чтобы они не расслаблялись и начинаем расстрел а мы не можем да у нас метка висит а сколько метка будет еще висит давайте посмотрим разоружение еще на один ход офигеть вот это дебаф а я понимаю на самом деле я уверен почему мы снять не можем от него ну видимо пока не можем ладно пропускаем ход потому что мы ничего сделать не можем атаковать мы его не можем пропускаем просход но они видите они сами они наивно полагают что им это поможет на самом деле это ни хрена не поможет давайте дорежем это чудо Убьем физой, потому что они уязвимы от физи. Наш все таки разоружение упало, это говорит о том, что мы можем начать стрелять, ну и сюда немножко ялика набить. Ну, квест на самом деле не особо сложный, скорее просто долгий из-за того, что мы очень долго к этому квесту шли. И стан обратить внимание на сколько ходов у него, то есть достаточно долгий квест получается. Собственно мы убили этот гладиаторов, они нам даже ничего не дали, бесполезные гладиаторы. Давайте посмотрим остальную часть этажа по-быстрому. Там скорее все еще может сундук один бой. Давайте посмотрим. Я в первый раз не знаю, что это за существо. Дурацкий проповедник. Я обычно выбираю желтый вариант. Вы узнали, что этот парень желтся, взяли вещи в его пакете и скрылись. Собственно, мы получили 17000 монет и 100%. Собственно, квест закончен. Можно выходить смело. У нас 38-й уже уровень и мы на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей, всем пока.